Наранхилла. Сегодня мы расскажем вам все, что мы узнали о таком интересном овоще или фрукте. Не знаю, как назвать точно, но растение очень интересное и необычное. Вот такое колючее, сплошь покрытое колючками, и листья, и стебли. Подойти невозможно, но вот нам удалось собрать с него урожай. Что пишет Википедия о Наранхилле? Лула. Короткодневный вид, который лучше всего развивается в затененных местах рядом с проточной водой при температуре от 15 до плюс 24, при оптимальной температуре 20 градусов. Для лучшего развития ему требуются слабокислые почвы, влажные, глубокие, хорошо дренированные. Ну, у нас высокогорье. В принципе, 200 метров над уровнем моря. Короткий день, так как вокруг лес солнца мало. Условия подошли. Единственное, что не подошло, в теплице у нас так завези не получилось, хотя он до сих пор цветет. Сегодня 16 ноября, на улице уже минус. Да, был минус, поэтому не удивляйте, что такие листья, в теплице у нас не отапливается. Ну, цветочек, вот такой цветочек, колючка. Вот колючки, колючки. Колючки невозможно только в железных перчатках с ним работать. Вот хотели бы попробовать такие плоды. Плоды были собраны в начале сентября. Они уже были желтенькие, но долежали дома. Вот два месяца они отлежали, поспели. И теперь мы их будем пробовать. Потому что там описание вкусов шикарнейшее. Земляника, ананас, клубника. Да, и когда читаешь описание, просто облизываешься и хочешь попробовать, на самом ли деле это так или нет. Так, ну вот. Он покрыт волосками. Да, вот эти волоски, вот их на зеленых хорошо видно. Вот такие волоски, но они легко счищаются. Вот раз, и счистился. Все, пушок такой. Вот это уже не поспеет. Может поспеет, до нового года полежит, поспеет. Так, плод. Тверденький, сверху кожура, внутри чувствуется, что мягко. Пальцами просто не проткнешь. Режем. Его все вот так режут. На картинках он красивый. Ну да. Красивый. Такая коробочка. Красивенький. А семян? Да, семян. Семян моря. Так что, кому нужны семена, без проблем. Меняемся на другие экзотические семена. Так, пробуй. Что так вкусно? Лайма. Лайм. Просто самый натуральный лайм. У меня от твоих слов зубы сводит. Какая кислота. Землянику нашел? Вкуса ананаса, земляники. Что там еще? Нет. Просто чистый лайм. Без всякого. Вот лимон чуть-чуть не такая кислота. У этого, вот именно кислота лайма. Ни вкуса цитрусовых. Ни вкуса каких-то других. Нету. Просто кислая водичка. Даже не знаю, что сказать. Освежающий, вкусный. Я не рискну. Пробует кислая, я не люблю. Вкусный, кисленький сиропчик такой. Водичка. Все. Нету никаких ароматов. Сногсшибательных, как описано во всех источниках. Я не знаю. Это, наверное, описывается для того, чтобы эти семечки были на расклад. Люди за ними гонялись. Пробовали вырастить. Нет. Ничего. Просто освежающий, вкусный такой кисленький сок. Что мы поняли. Растение интересно. Оно интересно за счет своей необычности внешнего вида. Но выращивать лучше черенками. Если из семян, то 8 месяцев дождаться цветы. А потом еще полгода, когда созреют плоды. Но, по-моему, слишком роскошно. Но пробовать стоит. Почему бы нет? Очень интересное растение. Вот такие семена. Так что, кому семена нужны? Вот они. Вот они семена. Семена, похожие на послен. Ну, это вообще послен? Да? Ну, вообще-то да. Это относится к семейству посленовых. Апельсин, как не апельсин. Ну, апельсин, потому что он желтенький. Маленькие апельсинчики. Ну, и, в принципе, кислота. Можно есть освежающие. Вот в жаркую погоду, да, я бы с удовольствием такое с водичкой мешал и пил. Пробуйте, выращивайте и пишите свое мнение. Будем ждать.